Девушки отдыхают 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 существования. Все, что он получает, он немедленно прячет западным правом. И попадает в это зависимость от западных служб, которые определяют предоставлять или не предоставлять режим благоприятствования сомнительных капиталов. Дорогий Александрович, какие вы выдвигали требования и что предлагали? Наши требования изложены в тексте, которые мы раздадим. Сейчас же я хочу обратить ваше внимание на следующее. Проблема восстановления наведенных сбережений – это фундаментальная проблема, которая тянет за собой целый шлейф других проблем, крайне важных и не разрешена до тех пор, пока исходная проблема не будет решена. Знаем, как обеспечить нужное нам решение в Европейском суде по правам человека в стране. Мы зачинованы деятельностью правительства в предшествующие годы. С 1996 года и в государственном суде по существу, ввелась наша работа, не ввелась. По этой причине мы подходим сейчас к политикам исключительно без соображений целесообразности и эффективности. Почему мы обратились в первое село в блок Родина? Нам необходим Сергей Юрьевич Владимирович, который осуществлял бы деятельность публичного политика для решения наших продаж. Нам необходим Рогозов, поскольку мы знаем, как обеспечить наше решение в Европейском суде по правду. Но для этого нам нужен чисто технический выбор. Нам структуры комитета министров советовали его опусти на структуру их посетов. И нам необходим Герасченко, который может убедительно сказать о наличии или отсутствии тех или иных денежных потоков. Мы знаем, что они есть, и они более чем достаточны за решение проблемы. Мы предлагаем всем депутатам, начиная с высушивших здесь, а также кандидатам в депутаты подписать договор с нами, взять обязательства о том, что они еще до истечения срок и полномочий для действующих депутатов предпринут определенные действия в Государственной Думе. А именно, они касаются прежде всего закон о бюджете. Когда российских кредиторов государства игнорируются, а права иностранных кредиторов полностью исполняются, это у нас поздно и некоторая собственность. И мы отстаиваем последовательно все эти годы права вкладчиков на законно заработанные деньги, которые были обесценены вследствие неправильных и юридически некорректных решений государства. Понимаем, что эта задача имеет только социальное значение, но и колоссальное экономическое значение. Все эти годы, которые прошли после известных трагических для многих людей событий замораживания вкладов, мы беремся на решение этих задач. С помощью наших ученых, я хочу вспомнить фамилию Николая Яковлевича Петрахова, который выступал на конституционном суде, нам удалось добиться того, что конституционное право граждан на восстановление вкладов было защищено конституционным судом. Поэтому вопрос о том, надо это делать или не надо бессмысленно обсуждать. Есть обязательство государства восстановить вклады, которые обесценились по вине государства. К сожалению, отсутствует Виктор Ильич Зорков, я надеюсь, что он приедет. Во многом благодаря его инициативам мы смогли вместе принять целый пакет законов, которые определяют технологию восстановления заряжения граждан. К сожалению, не все эти законы удалось принять, поэтому вопрос был основан по полпути и нынешнее множественное большинство из того, чтобы разрешить программу законодательного обеспечения прав граждан на восстановление дольфорных вкладов, фактически попыталась торпедировать эту задачу. Нарушение конституционного суда, некоторые коллеги из «Единой России» представили законопроект, согласно которому отменяется обязательство государства по восстановлению вкладов и вместо них вводится компенсация в размере тысяч рублей на один вклад. Мы, конечно, не могли согласиться статью легитимизации обмана граждан и ограбления их, поэтому нам удалось убедить наших коллег не голосовать за этот закон, но тем не менее, ввод, как говорится, и на не там. В структуре государственного долга до сих пор обязательства государства перед платчиками Сибербанка не отражены. Этот долг не обслуживается, и вместо обслуживания и восстановления сбережений мы имеем в год от года растущую правду за термо крайне незначительную компенсацию. Вица старших подростных групп получают нарушение прав своих вкладчиков, предлагая людям, которые получают компенсацию, аннулировать вклад. Вообще, практика совершенно пристойна и, по сути, является обманом наших граждан, не ограбляет позицию заберегательного банка, который вместо того, чтобы рапливать за права своих вкладчиков, в действительности, убеждает их, раз получили компенсацию, значит, слишком приберегательно ликвидируется, вклад закрывается, хотя у людей есть конституционное право для восстановления всей суммы вклада на ранее получения жалкой компенсации. Я бы хотел в своем выступлении остаться больше на экономической стороне вопроса, потому что юридическая составляющая абсолютно очевидна. Она не только основывается решения конституционного суда на принятых нами законах, она получила подтверждение в Европейском суде. Я с горечью вынужден констатировать, что российские суды в высшей инстанции с административным давлением, по сути, изменили законодательство и решение конституционного суда, отказываются поддержать требования вкладчика по восстановлению вкладов. Одна нашлась мужественная и героическая женщина, судья Людмила Кавельна-Лебединская, которая, опираясь и на решение конституционного суда, и на законы, которые мы определили, и на гражданское законодательство, вынесла справедливое судебное решение в пользу Анны Ребер, влачика Сбербанка, которое было впоследствии подтверждено Европейским судом. Я сожалею, что ее с нами нет, она, по соображению юридической этики, отказалась присутствовать нашим полугольным старым, но оппозиция ее называет вложение, и я хочу ее отблагодарить за то, что она не поддалась ставлению и выступила как судья, исходя из требований закона и законных прав людей. Теперь в отношении возможностей восстановления вкладов. Первое, что я хотел отметить, восстановление вкладов населения – это важнейший вопрос политики экономического роста. На сегодняшний день объем инвестиций в российской экономике примерно в трое меньше того, который должен быть для обеспечения простого воспроизводства основного капитала. То есть мы вкладываем в три раза меньше, чем должны вкладывать на то, чтобы поддерживать наши основные фонды на нынешнем уровне. При этом обеспечить увеличение трехкратных инвестиций мы теоретически можем. Объем сбережения в нашей экономике превышает объем инвестиций в развитии производства в более чем в два раза. Мы теряем огромные деньги от вывоза капитала. За десять лет Россия потеряла более трехсот миллиардов долларов, невозвращенные в городную наборочку в страну. То есть если бы все сбережения экономического роста были бы гораздо выше, экономика развивалась неустойчиво, мы могли провести модернизацию производственных фондов и выйти на устойчивый и быстрый экономический рост. Но этого не происходит. Не происходит прежде всего потому, что люди не доверяют нашей банковской системе. Их ограбили несколько раз. Сначала заморозили вклады в период гиперкуляции, они обеспечивались. Затем были с подачи государства в период чеховой приватизации сооружены финансовые пирамиды, в которых сгорела еще часть сбережений. И, наконец, в третий раз огромное количество наших граждан пострадало вследствие финансового храга в 98 году, который тоже случился по вине государства, точнее людей, которые тогда руководили Центральным банком и правительством. Конечно, после трехкратного ограбления очень трудно людей убедить в том, что нужно вкладывать деньги, как говорится в известной поговорке, хранить эти деньги в сбережья. Люди уже не хранят деньги в сбережьях, к сожалению, так как они могли бы хранить. Такая сберегательная банка остается самым надежным, за ним стоит государственная гарантия. Тем не менее, если мы посчитаем долю рублевых вкладов во все суммы сбережений граждан, то есть доля на превысится в большинстве. Две трети сбережения преврастают за счет сбережений иностранной валюты. Это беда для нашей экономики. В мире, в которой наши граждане и предприятия хранят свои деньги в сбережьях в долларах, в этом мире фактически мы капитализируем американскую экономику, вместо того, чтобы развивать нашу. Поэтому восстановление вкладов – это прежде всего вопрос реанимации доверия нашей банковской системы, нашей национальной валюты. Если мы этого не сделаем, мы по-прежнему будем терять огромную часть сбережений, которые будут уходить в иностранную валюту и фактически уходить из страны. Не будем забывать, что главным кандидором, период которой идет на экономический рост. Поэтому программа восстановления сбережений – это важнейшие условия перехода на устойчивый и быстрый экономический рост. Это касается не только до реанимации вкладов, хотя здесь вопрос энергетический наиболее очевидный, это касается и тех потерь, которые наши праздники не поместили в результате финансовых пирамид. Опять же, повиняло государство, которое позволяло рекламировать явно мошеннические схемы, и ученые-специалисты предупреждают, что это мошенничество, тем не менее на государственных телеканалах, к сожалению, власть мастерства, люди были введены в заблуждение. Государство, конечно, должно нести свою долю ответственности за хотя бы частичную компенсацию тех потерь, которые люди потеряли в финансовых пирамидах и в коммерческих банках, которые разорились как в период финансовых пирамидов, так и в период финансовых пирамидов, так и в период финансового кризиса 1998 года. Есть заключение Совета Федерации, которое однозначно указывает на то, что кризис 1998 года был рукотворным для рейда, никакая не была в Восточной Азии. А именно ошибочное решение тогда, что руководство правительства и Центрального банка безответственное поведение Министерства финансов привели к финансовому праву. И пострадали плащики большого экономического банка, которые были разорены фактически не по и в основном абоненты говорят, что нет денег. Но вот первое, что я хочу сказать, это общительный абонент. Если есть обязательства, значит нужно деньги искать, а не просто говорить, что есть. Во-вторых, не будем забывать, что российское правительство допустой все исполняет внешние обязательства. Мы выплачиваем огромные деньги по внешнему долгу, в этом году 17 миллиардов долларов, 15 миллиардов долларов. Эти деньги тянут по прошлому году на одну четверть федерального бюджета. И непонятно, почему российские граждане дискриминируются по сравнению с иностранными кредиторами. Ситуация немыслимая, как иностранное количество правого государства. Свои граждане, которые государство должно дискриминироваться, долги перед ними не только не выплачиваются, но и даже не признаются, а иностранные кредиторы получают стопроцентное ограничение. Это неверная политика, экономически ущербная, потому что на двумя именно собственными гражданами, а не иностранные кредиторы, являются главными инвесторами в развитии любой страны. Поэтому первое, что необходимо сделать, устранить дискриминацию. Признать официально внутренний долг российской федерации перед гражданами, потерявшие свои вклады, которые обесценились по мнению государства в период гиперинфляции. Юридически четко определить, какую часть обязательств государство может взять на себя перед теми вкладчиками, которые пострадают в период трата финансовых пирамид, и не государственных коммерческих. зафиксировать этот долг в структуре государственного внутреннего долга. И затем определить приоритетность обслуживания долговых обязательств. Не будем скрывать, что фактически наше правительство является сегодня банкротом. Банкротом перед собственными гражданами, по внутренним долгам предплатчиками Сбербанка, и банкротом по своим текущим обязательствам перед населением страны. Федеральное правительство не выполняет целый ряд социальных законов, не выполняется законом ветеранов, законом инвалидов, законом образования, о культуре, о науке. То есть даже по текущим обязательствам в социальной сфере правительство является фактически банкротом. В этой ситуации дело отлично, что у нас прекрасное финансовое положение, иметь профицит бюджета, и утверждать, что у нас денег собирается больше, чем нужно для выполнения государственных обязательств, это абсурдная, нелепая и циничная позиция. Кого мы пытаемся ввести в заблуждение таким образом? Перед своими гражданами долги не возвращаем, иностранцам платим полностью, образуется профицит бюджета, и все это для демонстрации хорошего финансового положения. На самом деле, по своим обязательствам, правительство, еще раз подчеркну, является банкротом и по текущим, и по долговым, в частности, внутреннего долга. И нам очень важно честно смотреть правду в глаза. Если мы признаем этот факт, у нас открываются возможности для переговоров с иностранными кредиторами. Иностранные кредиторы неоднократно выражали готовность войти в наши проблемы. Несколько лет назад обсуждалась система долги в обмен на инвестиции. И многие иностранные кредиторы соглашались пойти по этой схеме. В чем все эта схема? Она заключается в том, что мы внешние долги, в той части, в которой кредиторы с этим согласны, выплачиваем не в наличной форме в иностранной валюте, а выплачиваем в российской валюте при условии, что кредиторы не вывозят эти деньги из страны, не меняют их на иностранную валюту и вкладывают в развитие российской экономики. Схема, которая позволяет трансформировать долговую проблему в источник экономического роста. В той мере, в которой мы погашаем долги перед иностранными кредиторами, в схеме долговые обмен на инвестиции они начинают работать на экономический рост. То есть мы, по сути, трансформируем долг в инвестиции. Это не имеет ничего общего с теми рассуждениями господина Греха, который говорил о том, что нужно поменять долги на акции российских предприятий. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что иностранцы получают долги, беря на себя обязательства вкладывать полученные, возвращенные деньги в инвестиции по своему усмотрению в развитие российской экономики. Схема, великолепно себя продемонстрировавшая в Турции, в Бразилии, в Мексике. И не было причин, нам эту схему не будет. Американские кредиторы с этим принципиально соглашались, многие европейские тоже. Но, когда господа Иванов, Пудрин и Касьянов показали, что в российском бюджете это офицер, что у нас прекрасное финансовое положение, то, конечно, разговоры с директорами стали неуместными. Если официальные лица в российском руководстве говорят, что у нас все прекрасно, то, конечно, никакие схемы подобного рода приняты директорами не будет. И я считаю, что вина излишняя, вина перед платчиками Сбербанка в том числе лежит на нынешнем российском правительстве и на нынешнем руководстве Центрального банка, которые пытаются делать хорошую мину при платформе, демонстрируют неколежное финансовое положение и игнорировая свои обязательства перед гражданами. Теперь по поводу экономического механизма. Очевидно, что первое, о чем необходимо позаботиться, о том, что долг был специально приятен и включен в структуру внутреннего долга. Второе – этот долг необходимо начинать обслуживание, хотя бы по тем процентным ставкам, которые будут передать нам дальше. Напомню, это было 2,3% для долга. Для этого вполне можно схватить и бюджетных средств. Если мы откажемся однодуманно с этим бюджетом, если мы пойдем по пути возврата дохода бюджета с прибыли от дорожных ресурсов, прекратив нелегальный вывоз капитала путем повышения эффективности вооруженного контроля, мы сможем увеличить доход бюджета в полтора раза и частично направить эти средства на обслуживание долговых обязательств. по внутреннему долгу, который, конечно, существенно вырастет после того, как будут признаны долги перед вкладчиками из бюджета. Следующий шаг, гораздо более значимый – это вопрос, как восстановить сами задержания. Здесь мы предлагаем схему, которая гарантирует сбалансированное решение этого вопроса с точки зрения макроэкономической стабильности. Конечно, моментальное восстановление всех вкладов по икориальной покупательной способности на середину 1991 года ведет угрозу того, что платчики принесут эти деньги на рынок кто-то копит иностранную валюту, кто-то пойдет приобретать импортные товары. Спрос на иностранные валюты резко увеличится, и в течение нескольких недель могут быть смятены все валюты на резервах центрального банка.